На начало нового года и о мучениках, а также о кровоточивой жене. Непрерывное и постоянное чудо, этот обильный поток благ, изливаемый на нас от Христа Владыки, это богатое наследие, преемственно передаваемое от одного к другому. Вот и сегодня нас угощают добропобедные мученики, предлагая свои собственные подвиги для общего радостного пиршества. Нужно было в самом деле, нужно было, чтобы всегда благодатью просияющие мученики и при начале года явились для верных источником угощения. Нужно было, чтобы Новый год начинался торжеством. Нужно было, чтобы в преддверии Нового года, круговорот времени, когда заканчивается, мы слышали столько благословений. Нужно было, чтобы мы столь торжественно справляли сегодняшний день при участии ликов святых. Нужно было, чтобы годичный круг украшался венцом мучеников. Нужно было, чтобы при наступлении года у нас было столько веселья и именно в честь мучеников. Они, эти мужественные воины Христова, виновники всей этой нашей радости. Они после смерти своей проповедуют об его могуществе. Они поправили обольстителя змеи ногами добродетели. Задушили руками боголюбие насильника льва и доставили победу истине. Они возненавидели настоящую жизнь, как суетную, и возлюбили Царство Небесное, как дети-мать. Смерти своей отверзли они врата бессмертия, и виновника смерти умертвили собственной смертью. Будучи обличены телом, они победили бестелесных демонов не силою тела, но верою души. Все в мире препобедили они верою, дороже которой для христианина нет ничего. При содействии веры запечатлели они свои слова делом. Великие поистине их подвиги ради правды, блестящие их добродетель целомудрия, многоценно их нищелюбие, прекрасен и подвиг воздержания. Но более всего своей победой они обязаны своей великой вере. Некогда вера Авраама, совершенно бесплодной утро бессариной, возвратила подородие. Веру и Моисей, волнующись о море, сделал пешеходным. Илья повелел небу, и по вере своей был услышан. Тысячи болезней изгоняла вера во времена Спасителя. Прокаженный верой избавился от своего страшного недуга. Слепой ей же получил себе зрение, которого лишен был природы. При ее содействии она не ямка своей настойчивости и исторгла свою дочь из-под власти демона. Даже оставаясь тайной, вера иссушила поток кровей. И тогда, как в других случаях дарованию предшествует просьба, здесь все произошло при обоюдном молчании, как будто дар был похищен. О, несчастная и вместе блаженная женщина! Несчастная по своему прежнему состоянию, блаженная по следующему. Вот как рассказывает об этом Евангелие. Страдала женщина, однако, кровотечением 12 лет. Лука 8.43 Если бы дней столько, сколько лет продолжался ее недуг, и тогда он бы совсем мог истощить ее, а здесь целых 12 лет. Я думаю, болезнь коренилась в ее природе. Она же, потративавши все свое имение на врачей, телесной немощи присовокупила и оскудение имущественное. Но ничто не помогало ей. Еще бы помогло. Ведь противник ее был неумолим. Чрево женщины было источником. Из нее как бы бил какой неиссякаемый ключ крови. И не в столь продолжительный период времени одно злово не могло бы извести человека. Ее сердце терзали скорби и забота. Как расторгнуть узы тяжкого недуга. Как избыть 12-летнюю болезнь. Как утишить несносные боли. Как удержать неудержимые потоки. Как прекратить расстройство организма. Вот каких только врачей не перебывала она. По ночам обивая у них пороги. Дневного света она избегала, чтобы неудержимо стремящиеся потоки крови не обнаружили перед всеми ее позора. От всех скрываемого. На уплату тем, кто брался за ее лечение, она истратила все свои имения. Все, что у ней было. Она вынуждена была давать и давать. А желание быть здоровой, конечно, заставляло ее не щадить денег. Но все врачи по борьбе с ее недугом оказались бессильными. Самые разнообразные приемы лекарств не могли укротить ее злого недуга. Точно какой глухой зверь он оставался бесчувственным к искусству тех, которые пытались укротить его. Как бы так, возражая на их бесполезные усилия. Что вы боретесь против сильнейшего зверя? Я вовсе не расположен уступить вам эту свою добычу, в теле которой я так давно и так прочно угнездился. Деньгами никто не купит силы. Никто из живущих на земле не посечет моих корней. Один только врач, рожденный от Девы, изгонит меня, и я сохраняюсь для его славы. Вместе с другими и я явлюсь свидетелем его славы. Итак, что истощаетесь в напрасных трудах? Вы, рабы, усиливающиеся предвосхитить победу владыки. Я не посижу создание, пока не увижу создателя. О, все против несчастной женщины продолжительность времени, ни сольность недуга, бесполезные траты, скорби угнетаемого тела, рассудок, помутившийся от обманутых надежд. Но и такое множество врагов не похитило оружие, подвергавшееся опасности веры. И такие волны бедствий не причинили женщине кораблекрушения. И такие нападки искушений не низложили подвергшуюся им женщину. Увидела она, говорит, Евангелие Иисуса. Увидела избавляемое избавителя, связанное освободителя. Увидела обуреваемый якорь вселенной. Увидела грядущего царя страстей. Увидела надежду неизъяснимой радости. Увидела носителя неистощимой силы врачевания. Увидела источник исцелений, безмездно испускающий волны. Увидела жизнь, посетившую мертвых. Увидела. И такая мысль осенила ее. Нашла я теперь исцелителя, какой мне и был нужен. Этот врач не потребует за труды золото. Одного, я думаю, потребует он. Искреннего сердца. Одной души потребует от меня веры. Но ее я имею. Одной ее не лишила меня болезнь. Вот только путаются у меня мысли. Что мне предпринять? Подбежать и ухватиться за него. Подвергнусь опасности от толпы. Звать его к себе. Будут преследовать, как нечистую. Скрыть несчастье. Но я не в силах больше переносить болезнь. Подойти к нему, как врачу природы. Но боюсь его, как царя. Он примет меня, как просительницу. Но боюсь, что удалится, как от оскверненной. Будет он милостью к страданию. Но не осудил бы за приближение к нему. 725. Итак, что же делать? На чем остановиться? Вооружиться смелостью. Боюсь, как бы опять не остаться без исцеления. Не устрашусь толпы. Пренебрегу страхом, сделаюсь предметом зрелище. Подвергнусь насмешкам снаружи, зато исцелюсь от внутреннего недуга. Закон ненавидит меня, как оскверненную. Законодатель жалеет, как больную. Усердие и нерешительность женщины боролись в ее душе. Но она нашла себе помощницу в вере. И приступила, рассказывается Евангелие, сзади Иисуса и коснулась края одежды его. Говоря сама себе, «Если только прикоснусь к нему, спасена буду». О, воровство, имевшее матерью веру! О, воровство, которое похвалил сам наказующее воровство! О, воровство, приятное для обкраденного! О, хищение, увенчиваемое судьею! И вот что удивительно! Ее воровство побуждает нас удивляться ей не менее, чем мы удивляемся щедрости. Говоря в себе, «Бог, — говорит она, — есть владыка, от которого ничего не утаится. Он не нуждается в телесных очах, он врач исцеляющей души. Он — око проникающие мысли. Он видит меня, хотя я и скрывалась. Слышит меня и без слов, касается меня издали. Он знает, что, конечно, я, как недостойная, не перенесла бы его взора. Итак, что же, подойду незаметно и в одно и то же время, почитая мыслью, но не оскорбляя своим видом, коснусь сзади его одежды. Для моего исцеления достаточно будет одного прикосновения к его одежде, если только удастся коснуться ее, потому что, конечно, и она исполнена его силой. Не может ведь одежда, облекающая жизнь, не испускать сама лучей спасительных. Велик был между пророками Моисея исправитель беспокойного народа, но все-таки человек, а этот — владыка того, и при том человека любец. Итак, если же из лораба растек красное море, возвихшись стены и извод, неужели край владычной одежды не окаменит тока кровей? Ревностный Илья, горячий слуга Божий, подобов страстный нам был человек, но его милость была орудием чудес. Точно та же Елисеев, при избытке унаследовавшей благодать своего наставника, милотью обуздал волны Иордана. Итак, если столько благодати было у пророков, каково должно быть могущество того, кто был ими предсказан? Отчего не сказать, короче? Тень Петра исцеляет, та одежда Христа не исцелит? Я уже чувствую, насколько во мне и простая решимость обуздала болезнь. О, вера, побуждая и побеждающие приступы болезни! Поверила она только, и злой недух бежал, поверила, и любопрительный зверь ничего не мог возразить. Поверила, и пристал непрерывный поток кровей, как бы иссушенный каким-нибудь невидимым пламенем. Она прикоснулась к его одежде и приблизилась к нему совне, а он проник и внутренние, и ее мысли. Она незаметно получила телесное исцеление, а Спаситель перед всеми раскрыл ее душевную красоту. Он не допустил, чтобы такая красота благочестия оставалась неувенченной, не позволил, чтобы искра правды потухла во мраке забвения. Евангельский рассказ возвестил всему миру о вере женщины, прекрасно совершившей доброе хищение у Бога непреклонным разумом. Кто та, которая за воровство почитается, как бы за веру, предупредила разбойника веры, жена, прежде в ее уст восхваляется ее рука, прежде чем он своим возрастом восхитил рай, она своим молчанием ограбила главу царства. И уразумел сказано Господь Иисус, почувствовал, что вышла из него сила, Марка 5,30, и попросил учеников, кто прикоснулся ко мне? Как вы не заметили воровства, как не усмотрели грабежа? Кто прикоснулся ко мне? Кто в болезни из моей сокровищницы обогатился здоровьем? Кто прикоснулся ко мне? Что говоришь ты, владыка? Ты дал и принявший, и не знаешь, увидел веру, а уверовавшую не заметил, оценил тайное настроение души, а явной видимости не различил? Кто прикоснулся ко мне? Кто к тебе прикоснулся? Кому лекарством ты даровал силу? Кому послал владыка исцеление? Ты прогнал болезни, не знаешь исцеленной? Кто прикоснулся ко мне? Кто осизал меня мыслью, прежде чем рукою? Кто постиг мое божество? Кто этот праведный грабитель моей силы? Кто зажег от моей лампады потухший светильник своего спасения? Кто прикоснулся ко мне? Я хочу не столько узнать от вас, сколько научить вас. Здесь мне хотелось бы заключить свое слово, да и пора уже. А на то, чтобы из этого чуда извлечь надлежащее назидание, мы посвятим другой день. Ведь если эта женщина в течение 12 лет, одолеваемой своим недугом, не поколебалась в своем терпении, то неужели мы не захотим уступить столь продолжительным подвигам ее еще один день, ее вере поревновал лик мучеников, уже не касаясь края одежды Господней, но обладевая самым телом Христовым. И мы, конечно, возлюбленные, возбудим наши мысли к соревнованию с такой верой, чтобы не оказаться нам хуже одной женщины, если нам и дел веры дано более, чем ей. Ей только однажды удалось прикоснуться к одежде Христовой, а мы каждый день, как вам известно, обнимаем тело Спасителя и питаемся членами Владыки, как только приступаем к Евхаристии. Ему подобает слава во веки веков. Аминь.